Девушки отдыхают Забыл еще написать, что величайшим дурнем и болваном Как я мог обидеть такого хорошего человека? Никогда себе этого не прощу Дедуль, не волнуйся ты так Он добрый и отходчивый, а к тому же адекватный Но не смог он тебе правду донести в устной форме Донес в письменной Дедуль, ну что мне с тобой делать, что ты такой вспыльчивый? Да я же ходил за ним и говорил, что верю, что не надо никаких опровержений А он, на тебе, вот, заставил этих негодяев извиняться А почему? Потому что он настоящий мужик, а я... Так, хватит заниматься самобичеванием Степнов долго обижаться не умеет Ой, не скажи, такое не прощается Дедуль, а что ты говорил у тебя завтра за мероприятие? Да встреча с читателями Вот и прекрасно! Пригласи туда Степнова, заодно и помиритесь А правда, как же я без него? Роман мы писали вместе Ленк, да ты у меня просто умница Ведь мы не ангелы, живем мы на земле Дождем растаяли, как слезы на стекле Наши крылья растворились, улетят на небеса И, наверное, забыли, что не верим в чудеса По небу плыли мы не ведома куда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Девочки, девочки, доверяем быстро-быстро вкуснейшие бутерброды Кому-то пора уже в школу Самые необыкновенные бутерброды в мире Там бы ел бы, ел бы, ел бы Вот тебе ничего не получится У нас даже хлеб кончился Ну выше голову, временные трудности У каждого бывает темная полоса в жизни Когда-нибудь она все равно заканчивается А когда она кончится, мы купим много хлеба? Вагон! Ну, тогда не стоит переживать, зря паритесь А кто тебе сказал, что мы паримся, доченька? Да у нас вообще все отлично, все отлично И трудности действительно временные, ну правда Угу, угу Ну я же не слепая, вижу, как вы переживаете А между прочим, зря У нас есть крыша над головой, и все отлично Я еще вас очень сильно люблю Пока Она совершенно права Не на улице живем Пока Да, главная проблема Чем оплатить кредит за квартиру? Мам, а зачем ты нам не была на работу тетю Иру? Аня же моя подруга Ты знаешь, я не понимаю твоих упреков Ира не может найти работу Я решила ей помочь И предложила работать у нас Отличное предложение, дом работницей А что здесь такого? Когда у нас были трудности, я же работала В вашей школе посудомойкой и ничего Сравнила тоже Я вообще считаю, что слово стыд произносить нельзя Стыдно бездельничать А любой труд достойен уважения Я понимаю Да? А по твоему лицу не видно, что ты понимаешь? Вот скажи мне У нас сейчас хорошее материальное положение? Хорошее Тогда бы почему нам не помочь человеку? Ире тяжело Ей нужно кормить семью Если я предложу ей денег просто так, она их не возьмет Потому что она стеснительный и глубоко порядочный человек Перед Аней мне все равно неудобно Ой, да неудобно, неудобно Ничего страшного А мне стыдно человека в беде оставить В конце концов, это все временно и скоро у них все наладится Все, давай Давай Скоро она, может быть, сама все поймет Лерка, ты такая молодец, что вчера со сцены ушла Да, было очень эффектно Конкурс можно было и не продолжать А я считаю, что ты его выиграла Так что ты настоящая королева И тебе корона не нужна Королевский поступок, просто высший пилотаж Корона нужна только Зеленовой Для подтверждения своей красоты Ей бы еще родословную выдать Экстерьер в норме Вместо паспорта А представляете, как ей будет тяжело Без родословной и без короны Переживет Слушайте, надеюсь, сегодня ни у кого никаких дел нету? Да какие могут быть дела? У нас же сегодня запись Вот и я о том же Вадим сказал, что машину пришлят Круто Теперь у нас все по-настоящему и по-взрослому А мы что, игрушечные, что ли? У нас самая настоящая группа Как нам повезло, что у нас теперь есть продюсер Да, это вам не бабка Зеленовой Нормальный деловой человек Знает свое дело А еще и в музыке разбирается Девчонки, нам нужно идти Ой, не прости, да загляни на нее Мегера Не каркай Я тоже не лыком шею Осмотрю Здравствуйте Надеюсь, вы в курсе, что Пока Елизавета Матвеевна отсутствует Я буду замещать уроки литературы Конечно, в курсе Нас вчера предупредили уже Вот и славно Тогда начнем сразу с новой темы Мы поговорим с вами сегодня о лирике поэтов Серебряного века Я хочу, чтобы мы вместе с вами прочли стихи Андрея Белого Агнаса Юрьевна А можно мне? Да, конечно Пожалуйста Какое стихотворение вы хотите нам прочесть? Это малоизвестное стихотворение Оно не вошло в полное собрание сочинений Ну, пожалуйста Давайте, Станислав Пожалуйста Мы часто совершаем ошибки Бродя под холодным дождем Твои мечты улыбки И больше уже ни о чем Мне не надо дворцов и тронов И средь блеской суеты Другой досталась корона Но мне нужна только ты Я должна признаться К своему стыду я впервые слышу эти стихи Это из раннего Белого Но они прекрасны Как, впрочем, и все творчество поэта И читали вы их очень хорошо Очень проникновенно И я без сомнения ставлю вам высокую оценку Так Пять Не знала, что у Андрея Белого был соавтор Как, что же нам делать? Мы приняли помощь Светочке А теперь ей приходится идти с этим Русланом в ресторан Ну, мне кажется, она очень даже и не против Вдруг он начнет к ней приставать? Я ведь его совсем не знаю Ты что, думаешь, твои родители сосватали тебе маньяка? Нет Они, конечно, чудаковатые, но не настолько Но ведь они могли его просто не разглядеть Он спросил у Малаховой Человек в разных ситуациях проявляет себя по-разному А Светочка с ее наивностью и доверчивостью Просто находка для негодяев Может быть, ты и права Светочку надо спасать Только что же делать? Мне уже ничего в голову не приходит Есть одна идея А раз уж мы и так по уши завязли во вранье То можно его еще усугубить Мне кажется, усугублять уже некуда Я думаю, нужно довести ситуацию до абсурда Я стану Светочкиным женихом То есть, моим? Ну, да Фу, я не хочу сок Я бы лучше компот выпила Фу, я терпеть не могу гречку Причем с детства Так там, кроме гречки, ничего больше не осталось Ну, спросите, тетя Валя Может, у нее какой-то другой гарнир есть? Я бы лучше с рисом съела Тетя Валя, можно мне порцию с рисом? Голубки мои, вы бы еще позже пришли Вот гречка только осталась Почитай, вся школа уж поела Ну, а с картошкой можно мне? Ну, Лера, ну что есть, то и осталось Бери, что есть, Лера Ну, я тогда вообще есть не буду Ой, ты господи Лера, так получилось, что это я забрал последнюю порцию Хочешь, уступлю Ой, какое самопожертвование? Да мне просто без разницы и не принципиально, что есть Я смотрю, тебе вообще все-все равно и не принципиально Что есть и кого любить Смотри Опять пришел Да чего ж нация-то неугомонная Так и ходит, так и смотрит Здрасте Здрасте Языком молоть Это тебе И школу охранить всякие может Всевышний Не дай мне ослепнуть От этой красоты Ты сегодня еще прекрасней, чем вчера Я не сомкнул глаз всю ночь Я думал о тебе Я заказал самый лучший столик в самом лучшем ресторане А как там готовят? Ты будешь кушать, а я буду на тебя любоваться Ты готова идти со мной? Да, я готова Прошу прощения Что? Эта девушка не может пойти с вами в ресторан Ты кто такой, а? Почему ты вмешиваешься, когда я со своей невестой разговариваю? Я Игорь Ильич Рассказов, учитель истории А эта девушка не ваша невеста Да почему? Потому что я люблю Ирину Ринатвину Что ты сказал? Я сказал, что люблю Ирину Ринатвину А вас прошу покинуть помещение школы И больше сюда не возвращаться Ирина Ринатвина А вот этот вот, кто вот этот учитель истории-то, да? Игорь Ильич, вам что от нас нужно? Я прошу вас не наделать глупости Нет, я не такой дурак, чтобы из своих рук выпустить такое сокровище Руслан, вы только не волнуйтесь Понимаете, Игорь Ильич влюблен в меня И никак не может смириться с тем, что когда-то я ему отказала Я понимаю, понимаю, брат, ты не переживай Ты встретишь еще свою королеву Такую же прекрасную, как Ирина Ринатвина Что за глупости? Когда это вы мне отказывали? Уходите отсюда Как же мне объяснить вам, что вы не в моем вкусе? Хватит бегать за мной Я устала от ваших ухаживаний Пойдемте, Руслан Не обращайте на него внимания Пойдемте О, какие люди! Как жизнь молодая? Привет, дядя Петя Есть проблемы, нужна ваша помощь Окажем помощь Что за проблема? Я к вам как мужчина к мужчине А, понимаю Совет нужен? Совет не нужен Нужна техническая поддержка Не понял Ну, в общем, мне на следующий перемене нужно с одной девчонкой поговорить Так Я войду в класс и буду ждать ее А когда она придет, вы как бы за ней случайно дверь закроете Так Что-то мне эта идея не нравится Ты там с ней того, понимаешь ли, всякие глупости, наверное, себе это попридумал Дядя Петя, ну какие глупости? Мне прощения нужно попросить Она меня вообще не слушает Мне просто нужно, чтобы она никуда не убежала и выслушала меня То есть тебе нужно задержать ее? Ну да Я понял Ну хорошо, а сколько мне дверь-то не открывать? До конца перемены И если она будет стучать, просить, чтобы вы открыли, не слушайте Даже если я начну то же самое просить, просто проигнорируйте Ну я понял, понял, понял То есть до конца перемены я тебя не слышу Как звенит звонок Я, значит, открываю дверь Ну там, страшно удивляюсь Это уже по желанию Ага, хорошо Сделаем Ну что ты, можешь не сомневаться Спасибо, дядь Петя Знал, что на вас можно положиться Мне это очень важно Эту записку я получила от Стаса Очень трогательная, чуть не прослезилась Жень, выручишь? Не знаю А на какую тему? Эту записку нужно подложить Зеленовой незаметно И как можно быстрее Лерка, ты чего? Он же это тебе записку написал Ну что ты его не простишь, что ли? Он ведь раскаивается Раньше нужно было думать Лер, ну он же мучается, правда Он тебе стихи написал И хотел свою порцию в столовой отдать А ты его хочешь Зеленовой добить Они друг друга стоят Если Зеленова бы купилась на котлету с рисом, я нет Ну что вы на меня так смотрите? Стасика жалко А меня вам не жалко? Жалко А я в состраданиях не нуждаюсь Все, улыбаюсь и живу радостно А его мучения меня вообще не торкают Лерка, не знаю, не знаю Но, по-моему, ты не права Женя, может, хватит меня лечить? Лерка, ну в тебе обиды, говорит Ну мы все иногда делаем ошибки Ну, а потом об этом жалеем Но видно же, что он раскаивается Неужели сложно с ним поговорить? Представь себе сложно Мне что-то уже притомили ваше нравоучение Вы пойдете записку отдавать Или мне самой пойти? Ладно, давай Слабенько, Маргарита, очень слабенько Садись, пока ты нас не усыпила своим рассказом А что же наша королева уроки не учит? Или ее величеству генетика не по зубам? Ну что же, давайте послушаем вице-королеву Выходи, Зеленова И поведай нам о законе Менделя Я не готова Я не успела, потому что у меня были... Не вопрос Ставлю два балла И справишь, когда найдешь время А почему вы Лужиной двойку не поставили? Видишь ли, Лужина захочет, выучит урок Я ей верю У нее жизненная позиция хорошая Теперь понятно Оказывается, мы выбирали не королеву, не красавицу А так, человека с позицией Прикольно Оказывается, мне не хватило просто слезной истории О тяжелой доле трудящихся Ну, извините Рит, ты не обращай внимания на эту Зеленову Будь выше Она просто от зависти никак уняться не может Что ты королева, а не она Слушай, Алёхин, помолчи, а? Тоже мне нашлась защитница Зоя Семеновна, давайте запишем домашнее задание А то урок заканчивается Да, записываем домашнее задание Отшила она меня по полной программе Велела больше не искать ее любви И гордо удалилась Да ты что Ну, Светочка, молодец А я боялась, что Руслан ее может обидеть А такая постоять за себя может Я даже не думала, что Руслан ей настолько нравится Мне кажется, эта симпатия вполне взаимна Я даже не предполагал такого поворота событий Я тоже уму не постижила А больше всего я боялась, что Руслан тебя побьет Ну, ну, меня побить не так уж просто Но если бы до этого дошло То побили бы они меня вдвоем Это же надо так биться за свое счастье Да А ты знаешь, я рада за них обоих И особенно за Светочку Да Трогательная история И очень романтичная Какие красивые цветы Мои любимые Стас Так, что ты хотел мне сказать? Здравствуйте Здравствуйте А где я могу найти Прокопьева? А нигде Он уволен Когда и за что? Когда знаю За что Понятия не имею Тайна Покрытая мраком В общем, поругался он с начальством Видимо, по-крупному А ты по какому делу? Да я так Какой-нибудь заказ нового получить Или подработку А, ну, по этому вопросу Вот, пожалуйста К начальству, напрямую А, а у вас никакой работы нет? Да у меня работы О, выше крыши Только здесь Черт ногу сломит Как ушел Прокопьев Никто не знает, что делать На меня его проект скинули А мне полгода только нужно Для того, чтобы Вникнуть в него Плюс еще своей работы Навалу В общем Хоть вешайся Заказчик Звереет Начальство воет От безысходности Дур-дур А чего же нового специалиста Не найдут? Так специалистов-то О, много А таких, как Прокопьев То есть Эта записка была не мне Нет, не тебе Я не знаю, как так получилось Стас Ты понимаешь, что это очень глупая Злая шутка Которую я тебе Никогда не прощу Это не шутка Это недоразумение Никто не хотел тебя обидеть Я писал записку Леры А как она попала к тебе Неизвестно Что? Ты писал эту записку Лере? Да ты Да ты Придурок Иди, ну-ка отойди Открой мне дверь немедленно Виктор Михайлович Простите меня, пожалуйста За то, что я тогда вам не поверила А теперь поверила? Мы с дедом перед вами виноваты Скажите Вы сильно на нас обижены? Из чего ты взяла? Спортсмены не обижаются Я все прекрасно понимаю Я так рада, что все закончилось А вы? А Да, конечно Даже очень Вот вам Дед передал приглашение На встречу с читателями Сказал, что будет вас очень ждать Вы придете? Да нет, я не смогу прийти Очень занят Значит, все-таки обижаетесь Да чего мне там делать? Какой змея писатель? Все, хватит, наигрался Работаю теперь только по специальности Зачем ты меня здесь запер? Я не запирал тебя Ну, ради такого Делать даже пилочку для ногтей не жалко Ну вот теперь полный порядок Желаю вам приятно провести время Умолчишься, позвони на вахту Охраннику И он откроет нам дверь Хорошо, звони Давай, давай Дядь Петя, это Стас Откройте нам дверь, пожалуйста Понял, не волнуйся Все идет по плану, как ты и просил Ага Слушай, а давай еще жалобнее Еще жалобнее И тогда она точно поверит Что ты хочешь, чтобы я вас оттуда выпустил Ага Да я понимаю, не волнуйся Я все помню Миритесь на здоровье Да я всегда готов вам помочь Можешь на меня положиться? Помогите кто-нибудь, позовите охранника Ау! Откройте мне дверь, пожалуйста Что это за... Эй, кто-нибудь Что это за локусы? Почему дверь заперли? Откройте немедленно Не я, это он меня запер Людмила Федоровна Ничего не понимаю, с кем я разговариваю? С Полиной Зеленовой Меня Комаров раздомонил и не упускает Сделайте что-нибудь И ты что там, не одна? Ты вдвоем с ним находишься? Спасите меня, пожалуйста, Людмила Федоровна Ну, Комаров, тебе это с рук не сойдет Откройте нас Не смей к ней приближаться Ну, ну, Петр Степанович Не торопите меня Мне и так ничего не получается Кто-то специально замок сломал Засунул туда эту фиговину Что значит специально? И как вообще такое могло получиться? Почему класс оказался открытым? Проглядел Знаете, чем может кончиться Ваша, проглядел Полиночка Полиночка У тебя все нормально? Пока, да Комаров, ты меня слышишь? Слышу, Людмила Федоровна Попробуй только прикоснуться К Зеленовой Я знаешь, что с тобой тогда сделаю? Совершенно не горю желанием Выпустите меня отсюда Я вас умоляю Сейчас, сейчас, секундочку Держись, держись О! Полина У тебя все в порядке? Не волнуйся Иди в класс А ты считай, что ты отчисленный школы Извини, друг Все сделал, как ты просил Да все окей Не парься, дети, Петя Спасибо Какая же ты красивая Ничего, что я перешел на ты, Ирина Угу Я теперь знаю, что самое красивое имя на свете Это Ирина Ирина Я знаю, я обещал тебя не торопить с ответом Не подумай, что я на тебя давлю Но Прими от меня этот маленький подарок В знак восхищения твоей красотой Это мне? Какая красивая Но я не могу его принять Что? Тебе не нравится? Нравится Даже очень нравится И вы мне тоже очень нравитесь Это замечательно Я так рад Подождите Понимаете, Руслан Все не так просто Есть одна проблема Дело в том, что Существует Одно препятствие Которое не позволяет нам быть вместе Это мужчина Я буду бороться Я так и знал Я так и знал Я буду бороться После того, как ты сказала, что я тебе нравлюсь Да нет же Это не мужчина Остальное не имеет значения Нет такой проблемы Которую бы не могла решить моя семья Какая проблема? Вы знаете Нет никакой проблемы Была Но уже нет Тогда тост За прекрасную Ирину Ренатовну За нее За нас Приятного аппетита, Николай Павлович Вот только извините Новости у меня Неприятные Спасибо, Людмил Федоров Кофейку не хотите? А новости Они ведь, знаете как Для одного плохие А для другого Глядишь и хорошие Спасибо, Николай Павлович За высокую оценку Моих стараний Только вы зря Иронизируете Я только что Спасла нашу школу От позора Боже мой Что ж такое случилось, а? Пять минут назад Все было Тише, гладь И божья благодать И вдруг А вот что Один мальчик Ученик наш С запершей девочкой В классе И еще неизвестно Чем бы все это кончилось Если бы не моя Бдительность Прохожу я мимо класса И вдруг слышу Крик Девочки Людмила Федоровна О ком вы говорите? Я о вашем Любимчике говорю О новеньком Это он Зеленовой В классе Заперся Так Людмила Федоровна Пригласите его Ко мне в кабинет Пожалуйста Вот я вас предупреждала Что не надо Брать его в школу Не зря его Отовсюду выгоняли Доигрались Пожалуйста Пригласите его Ко мне Немедленно В кабинет Пожалуйста Комаров Тебя Савченко вызывает Так ему и надо Как нехорошо С девушками В классе Закрываться Ну что Новикова Слышала последние новости? Нет Пока не слышала Но раз сюда Тебя принесло Значит что-то Произошло Это точно Какая ты у нас Догадливая А Комарова Между прочим Собирается Отчислить из школы Что за ерунда? За что? За аморалку Полина У тебя с головой Как в порядке? Да Все в порядке И помогли ему Кстати в этом Я и Борзова Зеленова Ты блефуешь Зачем тебе это нужно? А чтобы он знал Что со мной шутить Нельзя Он специально Меня заманил В пустой класс И ему никогда Не удастся доказать Что он это сделал Мне специально Ты этого не сделаешь Ошибаешься Еще как сделаю А вот это вот Кстати Доказательство того Что он хотел остаться Со мной наедине Ну давай Рассказывай по порядку Как вы там оказались Вдвоем В классе В пустом И главное зачем? Николай Павлович Понимаете Мы с Лерой поссорились Ну вернее Я ее очень сильно обидел Ну вот Ты написал записку Хотел Цветы подарить Извиниться В пустом классе Наедине Да я сто раз пытался Прощения попросить Она меня даже не слушает С чем же ты ее так обидел Если не секрет Уже ни для кого не секрет Он сказал перед конкурсом Что Моя девушка будет та Которая станет королевой Ну ты и размахнулся Принц Королевич А вот видно Почему Новикова Ушла с конкурса Узнал наверное Про твои слова Узнала Да Наломал дырол А как же записка Оказалась У Зеленовой Понятия не имею Я Лере на парту По тетрадь положил По тетрадь Думать надо Женщины брат В этом вопросе Они Мудрее нас Ну тут Как теперь доказать Что Что ты не заманивал Зеленову Никак Отчисляйте Отчисляйте Да на Кто там Войдите Николай Павлович Можно войти Ириш А Все дела потом Садись 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 Выпей со мной Чашечку чая Сознаешь компанию Спасибо С удовольствием Вот Я решила Сегодня поспать Подольше Володя Женька И сами Позавтракали А я вот Решила с тобой Почаевничать Я с удовольствием Тебе всегда могу Компанию составить Нет Это просто невозможно Пить Горячий Да нет Ты даже не можешь себе представить Какая-то проблема Найти настоящий Хороший чай Зато Какая прелесть Смотреть на этот фарфор Да Он такой Изящный Такой Тонкий Такой хрупкий Ир Это же просто Произведение искусства А че такая грустная Ты че такая грустная Ну-ка давай-давай Я ж не стесняйся Да я уже второй раз Сегодня завтракаю Вот испорчу Лизонька Фигуру Будешь Сама виновата Да ладно Твоей фигуре Можно позавидовать Да кстати Ир Да Я там купила средства Для стекол Пройдись по зеркалам И цветочки полей Хорошо Да а ты Поставила его куда В ванной на полочке И кстати там же Еще не мешало По кафеле губочкой Пройтись Ладно Слушай и не грусти Все будет хорошо Да Не просто все оказалось Мишка до сих пор Не может работу найти Проблемы только накапливаются А у меня их сколько было Сколько их у меня было Все же решилась И в какую сторону Ладно Пойду душ приму Не буду тебе мешать Николай Павлович Не отчисляйте его пожалуйста Ишь ты какая шустрая Как же я его не отчислю Когда он такое натворил Записку написал Девушку увлек В пустой класс Стас не хотел обидеть Зеленову И никто ее туда не звал А записка как же Он мне ее писал Эта записка была для меня Объясните нам мадемуазель А как же сие послание Оказалось у Зеленовой Я подбросила Позвольте вас спросить Зачем Ладно Я вижу вам поговорить надо А другого подходящего места На школе Кроме как кабинет директора Нету У вас есть несколько минут А потом быстро на урок Так вы не отчистите Стаса Он останется в школе Это не твоего ума дело Разговаривайте Разговаривайте А мы посмотрим Не поняла А что Комаров так и избежал Из школы Даже к вам не зашел Ну Это уже Слишком Нет нет Вы не волнуйтесь Все в порядке Я с ним поговорил Все нормально Вы его Отчислили из школы Нет что Господь с вами Он будет продолжать учиться В нашей школе Как это Это после того Что он натворил Так это же Аморалка Чистой воды Ну знаете Так Аморалку можно найти Даже в сказках Там тоже все Влюбляются Женятся Расходятся Ссорятся Мирятся А вы знаете что Ромео и Джульетта По нашим меркам Были Семиклассник И пятиклассница Да при чем Десята Это между прочим Не сказка Это школа И обойдемся Как-нибудь без фольклора Где Комаров У меня в кабинете С Лерой Новиковой С Новиковой уже И вы это допустили Что они там делают Вдвоем Ну а что они могут Делать в кабинете директора Разговаривают Там знаете Надо разобраться В одной ситуации Ну в общем Выясняют отношения Знаете Николай Павлович Это уже не школа Это какой-то Ертеп Да еще в кабинете Директора Да Я согласен с вами Мне тоже очень жаль Что у нас в школе Нет места Где бы дети могли Друг с другом поговорить До свидания Николай Павлович Всего доброго Вам тоже Всего наилучшего Ну пойми Я замутил всю эту историю Запиской Только чтобы извиниться Перед тобой Простишь Конечно Ты же у нас король Герой нашего времени Такой эффектный выход был Вышел Решил пару задачек Прочитал рэп А с выбором королевы Ты облажался Я очень жалею Об этом поступке Жалеть мало Надо не совершать Лер, ну подожди Давай поговорим Мне не о чем С тобой разговаривать Хотя Можешь исполнить Одну мою просьбу? Конечно Любую Отстань от меня Странно Почему Вадим До сих пор не звонит Он же обещал машину За нами прислать Уже час ждем Еще и Женька Где-то долго За булками ходит Есть хочется Ну давайте Вадиму сами позвоним Ну мало ли Может они в пробке Где застряли Лерка У тебя есть номер его? Ну позвони пожалуйста Да не вопрос Странно Абонент не обслуживается Позвони еще раз Ань не тупи Что изменится Если я еще раз наберу Походу и правда Что-то случилось Нужно что-то решать Что будем делать? Что мы можем решить? Надо ждать Я считаю Что нам нужно поехать Нельзя пребывать В неизвестности Вдруг машина и правда В пробке Ну и как ты себе Это представляешь? Мы что с инструментами С инструментами поедем? Да не поедем мы никуда С инструментами Мы попросим Елену Петровну Чтобы она прислужила За погрузкой Когда машина приедет О Точно Позвони Женьке Предупреди ее Где она опять застряла Проходи Проходи Садись Неожиданный гость Извини за бардак Если бы знал Что ты придешь Подготовился бы Может я не вовремя Да нет У меня теперь Времени недостаточно Вот ищу работу Не думал Что это будет Таким трудным делом Я был у вас в офисе Там Такой бардак И неразбериха Без вас Проект ваш стоит Мне неизвестно Что там произошло Но я знаю Что вас звали обратно Угу Но это невозможно Вы перелистываете объявления В газетах А вас ждет работа Которую вы любите Тем более Она престижная Высокооплачиваемая Да все это я знаю Но вернуться не смогу Для меня честь и достоинство Выше престижа Я не могу работать Под началом у человека Который Отсылает меня В ненужную командировку А потом Грязно пристает К моей жене Извините что я завел разговор Вы правы Таких вещей не прощают Слушайте я ничего не понимаю Тут пусто совершенно Может мы дверью ошиблись Да бред какой-то Одни голые стены Девчонки вы что-нибудь понимаете Ровно в счет он ничего Слушайте а может он В другой офис переехал Да а почему он нас не предупредил Ну Видимо замотался с переездом И забыл Точно Так все и было Поэтому он и машину не прислал Ну это конечно вариант Но мне от этого не легче Хотелось бы понять Что это за фигня А давайте у Толика спросим Если он конечно тоже Не свалился своей студией Я бы не удивилась Странно так все Ладно Чего смотреть в пустоту Пойдемте к Толику Рыбку жалко А что вы меня так смотрите Я тоже не знаю где Вадим Толик Как такое возможно Вот привязались У меня что брат или сват И почему мне вообще Должно быть интересно Где его носит Ну ничего себе У него между прочим Телефон заблокирован А мы себе уже Все голову сломали Что могло случиться Да ладно не парьтесь Может он поехал Куда-нибудь отдохнуть На солнышке погреться Ты хочешь сказать Что он взял Вот так уехал Не предупредив нас Что запись срывается Ну а почему бы нет Да не делается так Очень даже делается Но на все должны Быть свои причины Ну кто его знает Может он посчитал Вас слабой группой И что токус вас Не будет Вот так Ира Что у тебя В этом Ты что разбила чашку Из моего любимого Фарфорового сервиза Ну надо же аккуратнее Ну Я случайно Я нечаянно Ну ты Ты представляешь Как я его везла Я всю дорогу На руках держала Выдохнуть Боялась Прости я Я сама так расстроена Ой господи Так хотела иметь Такой сервиз Вот на тебе Я Лиза Я все возмещу Прости меня Пожалуйста Ну как ты возместишь Ты знаешь Сколько это стоит Это же Дорого очень Это же Не штамповка тебе Какая Я Я куплю тебе Точно такую же чашку Скажи только пожалуйста Где ты ее покупала Все Все Ладно Проехали Мне легче вычесть У тебя есть зарплаты Все Домой идти нет Никакого желания Мне тоже Давайте еще здесь посидим Даже плакать хочется От обиды Всем хочется Терпи Неужели мы такие безнадежны Может быть это просто предположение Толика Жень ты сама то веришь в то что ты говоришь Интересно вот что Вадиму не понравилось Я таких людей вообще не понимаю Ну что он не мог нам в глаза сказать что ему в нас не нравится Или хотя бы по телефону Девочки это не наша ли песня Точно Я сразу и не узнала Нифига себе Девчонки кажется мне за покрали Да не кажется А точно Вот урод Теперь понятно почему он ноги сделал Что делать будем Не знаю Пойдемте к Наташке Вместе будем думать Мы же с ней не общаемся Но ты права Ее это тоже касается Да она горчится не меньше нашего Когда узнает о такой подставе Блин ладно девчонки Сейчас не до разборок Нужно песню спасать Пойдемте быстрее Девочки только правда Прямо сейчас я не могу с вами пойти Я папе обещала то что я помогу ему Маме подарок выбрать Вы без меня не начинаете рассказывать Ну конечно будем сидеть и молчать Пока ты не приедешь Ладно Лер Только давай не задерживайся Я очень быстро Это твоя зарплата Ты же просила выдавать каждый день Что-то не так? Ну не так конечно Вроде все как договаривались Ну ты же за чашку не вычла Что же я зверь какой что ли Ирка Ну у тебя такая тяжелая ситуация Все прощаю Только впредь будь аккуратней Последний раз Да я честно Я даже не знаю как все это произошло Ну ладно ладно Давай беги Тебя наверное дома ждут Спасибо тебе большое И прости еще раз ладно Забыто Девчонки Так Наташ Тема ссора закрыта Наташка ты не представляешь Какие у нас проблемы Там такие дела творятся Просто слов нет У нас песни украли Прикинь сидим в кафешке Она по радио звучит В исполнении Евы А все из-за этого Вадима Блин продюсер хренов Он вор шарлатан Вот кто он И мы как умные Маши Сегодня поехали на запись с диска Заходим в этот офис А офиса нет Вообще голые стены Вадима тоже нет Ну да А на полу фотки валялись Ну со всякими знаменитостями Мы на них и купились Короче мы расстроились А Толик сказал Что вообще Специально нас продинамил Типа мы бесперспективные А песня на радио звучит Зашибись да Ясно Вы проходите в комнату И то же самое Расскажите маме Она что-нибудь подскажет Мам Девчонки пришли Нам помощь твоя нужна Так устала Как будто я вагон разгрузила Бедная моя Чувствую себя Негодяя Жена работает А муж дома сидит Да ладно тебе У нас все равно Никакого другого выхода Пока нет Много там было работы? Да нет Да и не физически устала А морально Лучше бы я На овощной базе Капусту сортировала Подожди Ты же говорила Что Лиза твоя подруга Да я тоже так думала Да нет На самом деле все нормально Я ей очень благодарна За это предложение Но она так изменилась Миша В каком смысле? Не знаю Я себя такое нежное чувствую Идет себя как барыня А я следовательно Ее Крепостная Слушай Так противно не могу Ириша Ириша Максимум два дня Найду какой-нибудь выход То есть работу Мишка Слушай Мне кажется Что это какой-то страшный сон Который никогда не кончится Закончится Здравствуйте, Джоник Я не очень поздала Только что она дошла маме Рассказывали о наших проблемах Даже не знаю, девчонки Чем вам помочь Мамочка Ну это же у меня Самое-самое умное Да надо найти этого Вадима И накостылять ему Как следует Заодно это Еве Которая чужие песни Поет коза Это самое простое Оскорбить человека Которого никогда не видел А потом не факт Что она знает Что это ваша песня Вадим вполне мог Ее выдать за свою Неужели невозможно доказать Что это мы ее написали Практически невозможно Вы же не оформили авторство Нет Есть, конечно, один шанс Ну вот такой Он может сработать Только в том случае Если этот парень Поленился Зарегистрировать права На эту песню Хотя Нет, девочка Ничего у вас не получится Почему? Ну потому что песня продана Ну как вы докажете Что это ваша песня? Ну если нам связаться С самой Евой Нет, пожалуйста Телефон директора Я вам дам Ну, кто бы звонить? Давайте я Алло, здравствуйте Я могу поговорить с Евой? Очень приятно Вы слушайте меня, пожалуйста Дело в том, что мы из школьной группы Ронетки Вот И та песня, которая крутилась сегодня по радио В ее исполнении Это наша песня Милая девушка Какая трогательная история Но вы не оригинальны Конечно, конечно Хотите, дам вам один совет Если вы действительно хотите добиться успеха Надо не придумывать всякую чушь А работать Желаю удачи Кто звонил? Фанатки Надоели своими глупыми звонками Какой только ерунды от них Не наслушаешься Тихо, тихо Ну, только не раскисать Подумаешь, одна песня Ну, это не честно Мы будем бороться Да фигней вы занимаетесь Ну, вы лучше подумайте об учебе Напишите новую песню Какие ваши годы? Правда, девчонки, давайте забудем Ни за что Мы завтра же поедем на студию Найдем эту певицу И все ей объясним Кто за? Конечно же все Мы ведь Одна команда Просто мы такие детки Мы рометки Мы рометки Просто мы за вкусом детки Мы рометки Мы рометки Просто мы такие детки Мы рометки Мы рометки Просто мы за вкусом детки Мы рометки Субтитры подогнал «Симон»